буденыш пойдем со мной обход снимать пойдешь нет все скрылась ну что здравствуйте дорогие дамы и господа пойдем прогуляемся по нашему хозяйству вам полезны и мне приятно или наоборот наши куры и сушки амироуканы есть тут кое-кто совсем облезлый есть без проблем вот такие все несутся отсюда мы берем только инкубационное яйцо амироуканов остальные все куры просто так-то прослаждаются с них у них яйцо другого цвета поэтому попадать здесь ничего нельзя кученки видите тут толстопопые сидят и мини мясные так большую достаточно часть курмы продали молодок смешанных по мясных мини мясной амироукан и продали мы семейку тоже еще мини мясных продали а теперь даже не знаю хорошо ли что мы сделали что продали они все несутся у нас галашейки маленькие и redbro начали начали лупиться это только еще первое из галашейки маленькие вот смотрите шейка голенькая моего материнское сердце этого не выдержит пусть надо им шарфов наверно да навязать шарфиков семьями не лигорнов будем формировать из них новую семью для себя а полутора и двухгодичных мы сейчас тоже планировали продать потому что как бы куры уже к следующему племенному сезону будут староваты а в этом году они несут прекрасное крупное яйцо и дачникам так очень хорошо мало едят хорошо несутся что еще желать кучинский петух так как кучинских девочек мы сюда перенесли в общем петух у нас в изоляторе именно так а вот эта девица походу села на яйцо мы посмотрим на него как она себя вести будет а может я под нее и подложу то есть хорошая десяточек хороших отличных инкубационных яиц кучинки может быть я подсуну и еще немножко кучинок поимею впоследствии какая красота мама родная как я люблю вот это время когда еще листочек березы видите малюсенькие смотреть просто ароматика радует глаз и потрясающее настроение всегда потому что что сейчас какое время года вес на кто самокат оставил давай неси его на место все цветет все пахнет потрясающе у нас груша цветет у нас надвигается опасность груши у нас разных сортов те кто знает у нас сад у нас сад разные сорта груш поздние ранние и средние да и у всех разный цвет что очень удивительно красоте неземная наш тополь зацвел который никогда не цвел посмотрим хоть пару груш без него снять черешня наша фобия мы всегда хотели вырастить именно черешню не вишню никакие там ленинградские сорта темных вишен хотя тоже пробовали а именно вот черешню цвета больше чем листьев эта малышка та которая как раз каждый год у нее в августе вянет лист непонятно почему но в общем вот она не всегда в цвету и даже несколько ягод в прошлом году нам дала загон загон александр сергеевич у меня модернизировал как всегда конечно же мы же не можем успокоиться на просто загоне нет нам надо сделать такой загон чтобы прям сюда переехать хотелось сейчас же так вот какой-то маленький домик я не так не стоит об этом подумать для кого он это сделал евро неплохо себя веду она снова кто ожидается еще уточки еще гусики и что-то засматриваемся на пекинок в плане уточек не только на мулардов это маленькая слива вот она хорошка все будет слива отличная желтая я выкопала честно говоря у соседей у нас упала косточка от соседей я выкопала слива соседская проверено на вкус черешня тоже по стволу все цветет она жирует вот это черешня жирует не третий какой или четвертый вот смотрите какой ствол она точно слишком жирная и цвета на ней ровно столько же сколько на малышке а малышка кстати тоже такая же с ней одного возраста но не жирует в отличие от вот этой это наша разбитая красавица ствол весь перемотан он треснул по пилюк мне пришлось его спасать таким образом это сложный процесс в общем спасение черешни треснутый надо чтобы ствол не терял влагу особенно если он треснут древесины тоже черешенка моя дикие абрикосы которые поперли от корней у которых отвалился бревой подвой я использовала и привела с вот этого породному уже перепривитого тоже мною абрикоса породного к непородному привела непородный подвой мне кажется что почему-то какой-то этот типа терна вот что такое но в питомнике должны знать абрикос вы представляете он дал небольшие хиленькие цветочки по стволу но так как у нас на югах в этом году не особо с абрикосом я думаю что нам-то рассчитывать не на что-то так типа облизнуться и пойти дальше абрикос короче есть . мой привитый абрикос десертный везде же бирки этикетки вы же понимаете это только вот здесь у меня такой бардак а так все должно быть записано четко и конкретно так яблоня у некоторых нам рассказали что яблони уже зацвели и чуть ли не цвет опал от погоды у нас даже ничего вообще даже намека нет на цветочки если честно даже немножечко испугана у нас вообще яблони то будет цвести сегодня нет какая-то она такая подозрительная сидр да сидр мы ничего делать не будем если яблок не будет одна надежда у нас есть бабушка прекрасный у которой полным полно яблок картошку мы посадили здесь не будет никакой картошки здесь как вы видите нарушают закон снимает плодородный слой ну что землеройка снимаешь плодородный слой значит это нарушение законов российской федерации как бы на своем участке ты на своем участке костре можно жить нет как выясняется минус четыре штуки а так можешь все что угодно и плодородный слой это попробуй потом докажи нас и собственность так чисто номинально на землю у нас не смысле у нас а у нас стране так что ладно продолжайте пожалуйста арбайт солнце высоко пойдем и дальше погуляем ладно так что че делаем зачем пускай интрига будет мы хотим сами себе заколебать не приговорю поэтому мы копаем землю и складываем барханы за участку так капуста не кидайте сегодня камнями я понимаю что это не капуста грубо говоря для мая конца ну больше половины уже прошло мая да потому как это все сделано мною конечно с большим опозданием думал вообще не смогу ничего сделать но вот чуть-чуть сделал это клубника моя так здесь у нас что-то еще должно быть посередине взошла редиска показатель того что грядка все-таки засеяна чем-то редиску я сажаю сорт черриет мне очень нравится она и в теплицах растет и на грядах когда угодно круглая ровная и никогда не уходит стрелку шикарный сорт так вот здесь морковь здесь лук и кое-кто походу некоторые луковицы выкопал потому что надо было пойти пописать это сметанки привет это уж точно это молодой чеснок прошлого года которые как и не дарыла вот он сейчас зашел здесь тоже лук посажен это зимой чеснок а это малина наши друзья из куринского нам дали потрясающие саженцы шикарные я буду беречь как зеницовка смотрите вот этого корешка даже ствол отвалился но мы все посадили посадить как пошла от корня чудесно здесь 184 шикарных потрясающих сорта которые должны давать крупную где-то ремонтантную где-то не ремонтантную желтую красную и даже малиновое дерево есть короче просто шик модерн и на заднем плане там если вы видите дерево яблоня которая еще даже чуть почки распустила что неплохо потому что у нас один градус ночью здесь тоже мы не собирались но как всегда глаза заведущие руки загребущие или наоборот это картошка потому что нас оставалось семена очень много я чуть не забыла вы видите кто на заднем плане наши пути как бузька говорит гусики но гусики у нас будут еще впереди скоро вывод гусиков а это уточки наши дикие дичайшие хотя французские муларды вот они облачко где лежат там пятно вытаптывают да не надо соседнее село бежать я вообще к вам не собираюсь даже чтобы я да ни разу оставайтесь со мной вот такие уже толстожопки я бы не сказала что и выгул у них очень сильно жидкие тут грязные грязище разгвазано дожди были но не очень тут ничего пока пока это земля еще впитывает пока пока на ней нет четкой коросты испаметом когда уже можно ванну тут прорывать и никого да вы не будет уходить нет все пока хорошо гвносарай в общем на нем целое видео снимали так что еще вам показать бойню все отлично отработала буквально прямо можно сказать супер мупер но в эту зиму если честно говоря положу руку на сердце минус 30 не было но при минусах спокойно мы работали здесь и очень все было классно бегом до в курятник бегом в наш брой брой лера ник наверное так его назовем хотя сейчас там кто индейка да что ж такое сан сергей закрыл нас лазанков все боится на сограбить что ли перед чисто это привычка уже вот мои золотиночки вот мои солнышки мои кошечки лапочки я не знаю индюшатеньки вот одна партия вот старая головенки только торчат 2 партия 2 группа а здесь то мои бройлер очки малюсенькие все у вас папа пересаживать будет не горюйте вот это у вас коврик туда уж и даже негритенок там прикормил чуть-чуть спит на спинке другого домой золотинки вот этого жарения чего вспомнил погреватель что включил ваши из грассов сумма сойти все открыто вот так нараспашку это потому что индюшатки тут на наружу так скажем поэтому они это жарко вообще в птичнике вам не жарко клюва закрыта у всех все ладненько простите мои хорошие клеточка ждет следующую партейку вот эту из брудера наверное пересадка будет очень скоро я думаю что даже может быть сегодня вот он мой больной да ты мой больной ну какой же скажи я больной когда я уже совсем здоровый повернись спинкой повернись ко мне спинкой пальцы заклеены видите чтобы не расчесывал средние пальцы заклеены пластырем потому что он замучил меня я его лечу он дальше расцарапывается ох вот дыра какая она уже затянулась уже более-менее да сейчас процедуры опять будем с тобой проделывать ты уже такой любопыт очка очень мой зайчик с мой сладкий любимый хороший индюшонок будет самый большой будет вот увидите да ты будешь самый большой так вытяжка работает здесь нифига не слышно так что мы пойдем дальше гулять а где у вас игрушка вы ее съели или распустили так что это такое за дела вот посмотрите пожалуйста будьте с этим осторожны и очень внимательно вот индюшонок видите лапой обратите внимание видите замотался засранец иди сюда подвешивала траву а можно подвесить индюшонка потому что они размотали веревку и наберлись как-то пучок травы этот съел замотать вокруг ноги все это дело поэтому мы обязательно это все дело контролируем это очень опасно так я сниму короче оборву все дело хулиганье однако так идем дальше ну что вы все спрашиваете что у меня в теплице что в теплице ребят ничего особенного в теплице потому как я к сожалению и рассаду все остальное посадила только уже в апреле можно сказать точнее нет я посадила в конце марта но в надежде что что-то там может быть без меня как-то вырастет а вовремя я рассаду не сажала по причине того что короче и была у меня причина на это вот поэтому показывать вам особо нечего и когда я вижу видео с югом где там уже все колосится чуть не с помидорами вы посмотрите какое небо сейчас чуть грохнет честное слово вот у меня очень все жалко выглядит и очень все печально но я хочу вам сказать что у меня сто процентов будет все отлично с урожаем меня даже успокаивать по этому поводу не надо потому что у меня все получится я знаю точно попозже но я думаю что помидоров будет много неспроста у меня стаж однако в томата виде и в томата разведения поэтому все будет нормально короче вот такие вот у меня томатики совсем маленькие совсем крошечные это уличные варианты низко низкорослый их так на вскидку посадила пять штук буквально вот они это сейчас еще не досажала вы увидите все в процессе все работе посажу вот здесь перцы тоже перцы мои из покупного перца кабачки видимо не судьба пересеивать надо придется старые семена в свете коронавируса всего остального не было и в магазинах семян то что есть досаживала лук порей у меня очень стремненький вообще такого не было никогда кабачка вот видите всего два знаете на самом деле надо один посадить один вырвать и выбросить лишь как всегда с кабачками беда потом в обратном смысле в смысле того что их слишком много тыква для кур не за шла пока но поможет быть пока слушайте песню что такое то кто это поет этот это лягушка как это сумасшедшая лягушка так crazy frog это она мои прививочки вот здесь посмотрим видите через пакет есть шанс другие я пока не вижу ничего хорошего но если что от пилю все вообще под корень и оставлю только эту ветку пускай корень питает именно ее а ее потом уже выпрямлю и выведу на куст на куст вот таким же макаром покажу вам смотрите здесь вот был по двое вот посмотрите какая хорошая привычка вышла прям моя гордость ровненько отличненько и низко достаточно и пошло кусту породная уже абрикос породный но это так это развлека все понимаете да что не цена жизни и смерти будут ли у нас абрикосы фиг с ними да и все вот черешенку эту сорта тип тоже хотим попробовать какой сорт никогда еще не пробовали он не идешь витте на мосту главное чтобы нас на мосту после этой молодежи доски остались на месте у них различные развлечения бывает замучились уже сторожами проработать если честно так курят а вот сюда курицу донимает мой ребенок прекрасно хорошие занятия смотрите птицевод стаж птицеводство 4 года ну что сидим так это кученьки две штучки тут осталось их еще не до перенесли их надо будет переносить мне нужно было с них чтобы они сегодня вынесли лицо дабы его опустить в инкубацию по возможности так это тоже кученьки это вторая семейка другой у нас петушок и куры вот так поилки используем кроличьи в которые они сейчас загребли пожалуйста себе этого опилок полно полно что они очень любят грести гребсти поилочку вот так и стряхнули только наша конструкция сейчас установленная клетка позволяет этой поилки функционировать видите там зелень я с ней борюсь черти как это очень тяжело бутылку заменить сложно потому что именно такой вот именно такой фирмы такой такой квас вот имеет бутылки очень плотные остальные все скручиваются вот по новейшие все нормально а потом там нужно ешь так зерна смесь у них вот кого я собираюсь продать семейка мини лигорнов карликового лигорна вот мало едят отличная птица все свои петушочек стройненькие статные просто отлично вот и девчонки хорошая порода для для дачников так вообще супер молодняк это молодняка мируканов и 4 кученьки вот они держатся особнячком вот они в принципе все тут и есть теплица как отработала все всегда спрашивают как эта теплица себя показала внимательнее смотрите устройство для начала этой теплицы этого курятника без утеплителя без верхнего слоя покрывающего полностью все так вот от начала до конца земли до земли вы можете сварить там вашу птицу живьем вот так там в принципе а температура такая же как просто в тени но только так и никак по другому и еще если будет зверская жара там все равно будет на градусов 5 зверскую жару может быть выше чем еще зверская жарище поэтому нужно очень четко контролировать этот процесс и понимать что у вас с чем происходит поршни ставить на форточки возможно боковые еще что то видите тоже говнокучий бардак везде бывает и что-то недоделано недополото что-то заросло наглухо например какая-то хост очень красивая но потихоньку постараемся все успевать тем более сейчас прибавятся работки вот картофельник наш сейчас страшное дело покажу о нем будет отдельное видео специально чтобы вас предупредить я ссылочку сделаю не знаю вышло оно уже или нет но обязательно расскажу индюшонок чтобы вы не потеряли индюшонка все свои видео мы делаем для того чтобы вы либо что-то как-то не попали горе какое-то с вами не случилось либо чтобы с вами случилось счастье понимаете стремление только одно либо чтобы вы на нашем плохом примере научились и не делали этого ты кормишь кур хорошо давай овес это очень хорошо вот так что для вас сосна я не знаю 8 лет как он сосна стрёмненькая ли смородинка крыжовник который хотела вырезать потому что не мучнистый раз она подал пять лет подряд я ее обрабатывал обрабатывала обрабатывала в прошлом году триходермы и короче видите какой пушистый куст но цветка пока я не видела ни одного посмотрим хотя может быть это слишком молодая поросли в комментариях меня спрашиваете как виноград перезимовал но критерий перезимовки винограда у нас на севере он один это возревание лозы осенью предыдущий вот поэтому допустим технари или винные сорта винограда на нашем участке у них лоза вызрела замечательно в прошлую осень хотя осень была неблагоприятная холодная и дождливая вот и поэтому почки в основном все проснулись и проблем я сильных не вижу ну по крайней мере пока если не долбанет заморозок какой-нибудь где-нибудь двадцатых числах мая вот по столовикам ситуация гораздо печальнее вот допустим тоже технарь вот технарь более-менее здесь молодые кусты на них смотреть не стоит все молодые кусты в принципе зимует плохо то есть получается на какой на третий год отбивает от корня и уже где-то на третий год хватает ему времени так как корневая мощнее чтобы сформировать более менее успеть лозы чтобы они вызвали вот зилга если вы помните куст был очень сильно нагружен но пока я вижу что никаких последствий для него это не понесло все проснулось так вот здесь самая печальная ситуация это столовая сорта если вы помните прошлую осень мы с них собирали ну такой неплохой урожай столовой вкусной ягоды и из этой шпальеры вот только шевченко более-менее так себя чувствует так как у него лоза вызрела лучше всех а вот то что скажем мы эксплуатировали по полной программе это кадрянка вообще тут печально все лоза у нее вызрела но практически она не вызрела я так сказал то же самое но августин это я с ним так скажем пытаюсь найти общий язык уже давно но что-то не получается наверное придется удалять вот гарольд вот гарольд вкусный виноград белый был но если вы видите ему очень грустно этому кустику я даже не вижу почек почек не вижу вот одна вот еще ну в общем не знаю может быть он попозже будет просыпаться но посмотрим но лоза незрелая не видно она не коричневая так что со столовыми сортами винограда у нас как обычно большие вопросы возможно что не буду я через какое-то время пытаться потому что столько усилий это все требует выхода нет вот столовые сорта у нас будут расти в теплице вот допустим надежда азов виктор здесь соцветия уже выходит ну короче с него мы что-нибудь возьмем здесь вот тоже я уже перехожу на технарей в основном экспресс ранний тут у нас то южный вот ронда похоже очень перспективный сорт для нас вот смотрите и урожай был и урожай поспел и лоза успели у него вызреть то есть на него у меня надежда и по вину говорят что он очень даже неплох вот ну и последнее значит у нас полера там уже тоже одни технари вот у нас у забора здесь вообще блатное место от забора тепло сад мы здорово здесь увеличиваем так это что у нас это или маркет или вариант я что-то не помню здесь тоже макузане экспресс ранний галант и еще что-то здесь у зараза сломал побег у меня ветер ну как ветер ну я тоже виноват отчасти упал вот эта доска на виноград на этот галант и у меня осталось здесь одна почечка ну будем восстанавливать кустик а вот побег который сломался и еще вот засранец пушок вот сынок вот этой вот дамы с вот 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 пришел она а тебе да заговорили он у меня зимовал под укрытием оказывается винограда и сломал самый ценный для меня сорт красотки столового винограда сволочь ну все в общем такая ситуация по винограду надо отдельно будет записывать уже смотреть более конкретно чего да как но сделаем это наверное после того как он у нас погибнет от заморозков предстоящих или не погибнет от заморозков предстоящих а может быть их не будет может быть нам повезет вот такое на нас надвигается я если честно все сейчас буду пробегать все хозяйство все закрывать все убирать потому что чувствует мое сердце будет какой-то минимальный армагеддон а вам всего наилучшего здоровья вам ваши птички и оставайтесь с нами а Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok